Я являюсь заместителем руководителя коммерческого отдела компании «Окситех». Наша компания занимается поставкой систем автоматизации для газовой отрасли, в частности это ПРГ «Редуцирование газа». Компания взяла свое начало в 2008 году и начала уверенными шагами поставлять российское оборудование в части СУТП для газовой отрасли. Вся наша продукция производится полностью в России. Все наше оборудование собирается и локализовано в Москве на нашем собственном заводе, на так называемом цифровой заводе, который недавно прошел у нас материализацию. Наш продукт является поставкой полного цикла, то есть это от зарождения идеи до момента реализации на объектах газовой отрасли. В период санкций, конечно же, повлиял на всех очень сильно, очень отразился это на производителях в части СУТП. Для нас это был дополнительный толчок для того, чтобы произвести полное импортозамещение компонентов схемотехники. То есть на данный момент вся схемотехника полностью российского производителя производится у нас, то есть мы являемся производителями и разработчиками. Все мы это поддерживаем на протяжении всего существования системы СУТП. Наши объемы с каждым годом только растут. Сейчас, благодаря модернизации нашего цифрового завода, мы увеличили свои объемы до 5000 изделий в год в производство. Оснастили мы уже за все наши 15 лет существования нашей компании уже порядка 25 тысяч объемов средствами СУТП. В этом году компании исполнилось 15 лет. У нас такой небольшой юбилей. Эту выставку мы приурочили, собственно, к нашему юбилею и решили продемонстрировать все наши достижения за 15 лет, чего мы смогли достигнуть. Уже более подробно мы коллегам представляли наши продукты от самого первого, от самых первых контроллеров, которые были еще разработаны в 2008 году и закончили нашими текущими контроллерами, которые сейчас производятся и широко применяются во всей газовой отрасли в части СУТП. Здесь у нас представлена вся полностью линейка, в которой умножится наблюдать всю эволюцию нашей продукции. Для зрителей, чтобы было проще понимать, наверняка, когда кто-то куда-то едет в дальние поездки, где-то в поле или в населенных пунктах, вы можете наблюдать желтые шкафчики с надписью «Огнеопасно, газ». Эти пункты называются шкафные редуцированные пункты. В них устанавливается система с регуляторами давления для стабилизации как раз таки давления и транспортировки газа в конечном уже потребителю до рабочего давления. А уже внутри этого пункта находятся наши системы телеметрии, которые отслеживают такие показатели, как давление газа на входе и на выходе данного объекта, индикацию перепада давления на фильтрах в данном объекте, контроль доступа, температуру газа, объем проходящего газа, расход газа, положение регуляторных заслонок и так далее. Кроме непосредственных заказчиков группы ПАО «Газпром», в частности «Газпром» и «Жегионгаз», также мы участвуем в госконтрактах на поставку и оснащение системы телеметрии шкафных регуляторных пунктов. Основные заказчики наши – это структурные подразделения ПАО «Газпром», «Газпром-газораспределения», которые находятся у нас в каждом регионе. Присутствие наше очень широко – это 52 региона Российской Федерации нашего присутствия, где установлена наша система телеметрии. Кроме системы телеметрии, также мы производим программное обеспечение нашего собственного производства. Программное обеспечение также у нас построено на российских платформах, полностью российских. Мы ушли от иностранных платформ, таких как Windows, и сейчас очень активно сотрудничаем с российскими производителями. Одна из наших целей была как раз-таки в период санкций – построить все только на российских компонентах, полностью произвести импортозамещение всего импортного оборудования. Так как коллеги из уже, так скажем, недружественных стран прекратили свою деятельность на территории Российской Федерации, ушли с российского рынка. Соответственно, коллегам стало проблематично оказывать сервисное сопровождение тех или иных продуктов, так как они уже не предоставляли лицензий, продление действующих лицензий, продление каких-то ключей безопасности и так далее. Поэтому мы и пришли к тому, что мы должны построить все на российской платформе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова